приветствую тебя дорогой мой друг многолетний александр слушай ну мы там с тобой переписываемся в телеграме кто не подписывал телеграм пусть подпишется прошу там много интересного вот александр там пишет а вот дело то в том что там был один случай такой когда одна дама меня критиковала за то что я значит пригласил гости на запись человека и как бы я не давал ему говорить ну да 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 был такой а ты там написал что у меня не было никакого желания там не давать ему говорить потому что на самом деле мы же с ним договорились что будет следующая запись чтобы вопросы писали на просто не углядела не посмотрела внимательно и вот так получилось я этим самым хочу тебе во первых сказать спасибо во вторых этим самым я хочу сказать что мы никогда никого не блокируем в коментах кроме матерщины грубой а так мы всегда всех и критику сохраняем и что кто не подписан и на телеграме пусть подпишутся пожалуйста и на ютубе чтобы подписать а теперь тик токи кто может пусть подпишется на тик ток у нас в россии тик ток невозможно смотреть там даже через выпили невозможно после какого-то числа его пи не пускают смотреть там но кто в других странах может смотреть удовольствием там на страничка есть пожалуйста подписывайтесь на тик ток или сколько я сказал и не дал тебе говорить но нет все очень полно и вы умеете слушать на самом деле просто знаете мне кажется что еще вот такое и высказывание еще чем было вызвано я не знаю была ли она на вебинарах где вы с вашей дочерью с шеевой совместно ведете вот но я отчасти вас понимаю когда вы хотите еще одну тему предложить какую-то еще какой-то интересный ракурс еще какое-то применение метода ключ поделиться с тем опытом вот у нас же там есть комменты потому что тем самым я завлекаю чтобы писали коменты когда коменты пишут одновременно школа развивается и потому как пишут коменты я вижу достойный это участник нашей школы или надо с ним отдельно еще специально поработать до объяснять это совершенствует развивает нашу школу а тут когда пишут что я не даю говорить так пожалуйста я могу говорить просто человек который со мной разговариваете его данные мы тоже там пишем и пожалуйста ему можно писать и вопросы задавать это дамы она на самом деле еще и написала что который раз уже то есть всегда одно и то же но это уже видно предупреждение это уже видно предупреждение я так понимаю что извините перебиваю я так понимаю что если она сталкивалась вот с такой вот вашей ну скажем так с таким желанием добавить качество да с вашей стороны возможно она чего-то ждала от собеседника к сожалению сейчас не помню как по-моему денис его звали а тема была такая животрепещущая там было сказано что мы будем следующий ролик делать пишите вопрос замечательно а тем более что тема была такая животрепещущая внутреннем диалоге давайте я узнаете буквально несколько таких моментов набросаю касаемо внутреннего диалога это тоже как правило не принято обсуждать почему-то ну мы как-то не принимаем во внимание то что с этим связано во первых мы не знаем точно как это называть внутренний ли это диалог внутренний ли это монолог в википедии там борисомилович камень каневский он там привел целую цитату что там по поводу внутреннего диалога написано и там было написано что это разговор так называемого внутреннего ребенка со внутренним взрослым но если честно мы же не знаем этого это не доказано вот вот сам метод ключ мне например чем симпатичен тем что ты можешь все проверить ты можешь этот внутренний диалог остановить приостановить это не значит что у тебя может быть сразу получится у кого-то сразу у кого-то там через два-три повторения кому-то надо десять раз сделать у всех разное внимание вот но то что у этой женщины может быть она ожидала что denis расскажет какие-то там еще способы освобождения от этого самого внутреннего диалога он сказал какие методики такие методики какие методики он сказал ну вот это конечно хорошо но я просто своей стороны могу сказать что всем тем кому это интересно ищите собирайте у вас должна быть мне кажется своя основа что для вас работает другое дело что не этот ключ он этому поможет он этому помогает то есть даже если вы идете к примеру просто идете я вот сам замечал и представляете что у вас мысленно руки расходятся мысленно этот внутренний диалог если он есть он меняется иногда он исчезает если вы находитесь в обстановке где например машины ездят справа слева и так вот делаете конечно скорее всего ваш внутренний диалог может быть и не пропадет скорее всего как-то вы все равно тревожность какая-то все равно останется мысли о безопасности останутся он просто будет другим но если вы будете тренироваться если для вас вот эта ситуация это состояние имеет какую-то ценность ну да тогда может быть вы даже до той степени как помните одна из участниц она задавала вопрос о человечности а у нее был такой результат когда у него вообще прям был там чернота у нее была полнейший и никакого ответа не было а дочка ваша шейла она сразу сказал что у вас у нее период восстановления после родов который идет до трех лет и сейчас естественно тело ей подсказывает займись собой вот таким образом всегда выполняет нашу команду выполняет то что ему нужно для восстановления потом уже то что нужно по нашему желанию вот совершенно верно совершенно верно это абсолютно точно то есть я с этим тоже сталкивался давно мне сначала говорили чтобы сначала необходимые вещи а потом уже все остальное потому что иначе не получится ни того ни другого если внимание будет нацелено на чем-то на что-то такое что не ценно для тебя на данный момент не насущно потому что теоретические вопросы теоретические такие абстрактные а есть реальная потребность организма если человек не досыпают естественно как только он ослабляется и он сразу тянет сон они на решение каких-то вопросов которые для него в данном случае вторичные а вот он восстановится и потом он уже может на те вопросы решать так поэтому сначала идет стадия выживания а потом стадия совершенно верно косы мгнович я хотел добавить еще по поводу скажем так критических замечаний в ваш адрес но вы все равно выходите победителем в данном случае я знаю что имею в виду я нарвался на одном из сайтов ну там тоже не стирают никакие отзывы и там значит два два отзыва о том что какой-то молодой человек вот он пятнадцатом году я значит учился там у алиева все как-то было так как-то очень как ему показалось в спешке алиев вел несколько групп что-то там как-то прибежал убежал я выразил ему свое несогласие потом значит коса или в пришел отдал мне там чуть-чуть не бросил гнев на деньги и сказал я вам не могу помочь еще был такой случай когда он написал и он кажется курил трубку и трубки кажется был вовсе не табак нет там про это не было суть в том что ну дополнительно он еще там с собой взял какую-то свою знакомую не было похоже астма не знаю там какая стадия но у нее тоже видимо как-то не получилось то что вот хасим гамед дело в том что я там дальше ниже начал читать и этот человек я вообще кстати в данном случае никак не критикую я просто пытаюсь разобраться в том что происходит и он и он со своей стороны пишут что он весь успех не туда ключ он держится как он думает на эффекте плацебо я-то думаю ну вот тут ты друг и попался с этим эффектом какой эффект плацебо о чем ты то есть ну если ты хочешь разобраться почитай хотя бы книжки которые выходили с девяносто первого я все время говорю на и в роликах пишите пожалуйста вопросы я специально сижу ночами читали эти вопросы напишут критику это очень редко бывает но бывает я радуюсь что я могу отвечая на эту критику самому у кого у кого тоже подспуду такие вопросы подсознательные есть тоже получит ответ да критику мне пишут когда пишут критику обычно вот такой вот дайте собеседнику поговорить вечно вы перебиваете вот как это речь шла видимо не о данном случае а еще один случай был когда я с киселевой уважаемой дорогой мне разговаривали и там одна дама не знаю она ли это или другая дайте же поговорить гостью но слушайте это мой канал во первых я приглашаю гости у меня есть определенная серия задачи из своих задач и мотивов и и для чего мы это делаем это же не интервью обслуживание это не есть какой-то вот канал какой это канал человек будущего тот специфический разговор и поэтому я не просто так перебиваю я пытаюсь в русле нашей темы как было конечно вы в данном случае соблюдаете тот формат который установлен уже и вами и собственно нашим сообществом потому что если мы сейчас к примеру ну так давайте вот честно да нам же всем интересно то что рядом как-то близко да вот например те же ваши гости которые занимаются тризом да мне вот тоже интересен триз но давайте если мы сейчас начнем про триз к примеру мы забудем про метод ключ нам придется часами об этом разговаривать чтобы разговаривать на их канал и смотреть там да конечно конечно же как я специально пишу все координаты наших гостей специально чтобы туда писали и задавали им вопрос они же открыто дают координаты пожалуйста спрашивайте я думаю вот эти вот неконструктивные вопросы критические раздражение это раздражение этих людей просто хочется погладить по головке психоэмоциональное состояние до эмоциональное состояние им надо успокоиться первую очередь им нужен ключ первую очередь его потому что мы такое придумали что человек каждый человек может подбирать себе эти действия которые ему максимально простые и комфортно это уже ни в одном методе мира нету и вот некоторые люди этого не слышат косом конец скажите а бывает такое что вот вы рассказываете об этом и вам не верят бывает такое вы знаете вот у меня вот та группа людей которые вот у меня подписчики у меня все время пишут комплименты ну понятно да ты стоишь никак не смущает я не попадаю под это влияние под это волшебное зеркало у всех есть своя группа которые их уважают любят ценят и самое интересное когда там появляется гость какой-то они его игнорируют автоматически они начинают поддерживать своего кумира а того гостя они пытаются и не смотреть и не слушайте и все его фразы какие-то если он долго там что-то говорить гость они ему горят давайте короче давайте короче это просто говорит о том что но если как говорится ну как семья вот своя семья вот она за тебя против всех остальных я понимаю но на каких-то эзотерических каналах то же самое и есть люди которые верят что земля квадрата они круто и там тоже такие же есть касаемо гомендж но у меня есть конструктивное предложение на эту тему смотрите сами как вы это воспримите но можно по крайней мере у нас да или в телеграм канале или на youtube канале или и там и там где хотите можно назначить какой-нибудь день или периодически назначать чтобы люди писали критику но конструктивную что у них не получилось что они пробовали это конечно нужно потому что обращаясь выходите в зум когда идет бесплатный ликбез раз-два раза в месяц по два-три часа у нас идет бесплатный ликбез за несколько дней заранее мы предупреждаем и говорим что будет зум выходите туда и задавайте каверзные вопросы и чем тяжелее вопрос тем неприятнее потому что я там больше раскроюсь деталях подробностях чтобы все увидели услышали научились делал в том что не у всех хватает смелости и каких-то технических возможностей иногда выйти в зум и что-то такое спросить интересно поэтому я скорее имел ввиду назначайте какое-то время ну там день какой-то в неделю или там раз две недели или раз в месяц чтобы люди писали то что у них не получилось то что они к примеру сделали вот давайте я вам например скажу что происходит с некоторыми моими коллегами когда они узнают о методе ключ они сначала совершенно они совершенно шокированы что им предлагают они не понимают почему это работает просто не понимают потому что не читали об этом они не знают то есть несмотря на то что вроде бы они там в тренде да там как-то вроде должны следить за всем за всем но как-то вот у них метод ключ иногда они обходят и с некоторыми так называемыми ну как бы покорректнее назвать я их называю психопродюсеры это люди которые очень хорошо способны организовать провести какой-то тренинг на этом заработать я например сталкивался с тем с женой мы тоже сталкивались что когда ты показываешь основу классический метод ключ они смотрят они говорят да это здорово но нам надо что-то посложнее мы на этом не сможем заработать но у меня это вызывает смех потому что я понимаю это очень похоже на то как вы помните вы рассказывали кто-то из профессоров по моему где-то в сша когда вы были он он говорил а нет у вас чего-то по длине я показал как руки расходятся он сделал и у него возникло вот это состояние комфортно и он говорит суде меня у вас по длине что то есть а я говорю что по длине он говорит ну йога на плену конечно если говорю но это же самое короткое я еще один случай скажу что у меня обучались значит военные психологи и еще группа была мчс психолога вышли на состояние такой комфортно через 15-20 минут сразу группа и один из них спрашивает и это все а я говорю слушайте а что вы хотели вот например чтобы человек пришел психологи психологу поработал с ним какой результат вы хотите чтобы он унес у себя чтобы снял стресс или стал сам думать и сам понимать что и как делать ну да вот вы ответили вот сейчас же вы это получили а ну да а мы-то думали что какой-то сложный путь то есть они просто ошарашены были что вот получили результат но есть и говорит еще и серьезные методы а я тогда спрашиваю начинку они его методы ну кто-то думает о том что ему нужно сидеть и как это ом и прочих долгие там к примеру часы может быть да это все работает все это работает но понимаете я даже сейчас не столько вам сколько тем кто нас будет смотреть я по себе проверял и по многим своим знакомым коллегам у них у тех кто метод ключ как-то все-таки практикует даже нерегулярно у них новое качество появляется в тех практиках которыми они занимаются новые качества это но это я даже не знаю это наверное но неоценимые вещи то есть ты начинаешь делать так как твоему выполнять что-то вот какие-то упражнения которые не по методичке изначально а так как необходимо именно твоему телу твоему организму так можно еще скажу вот я сейчас извини перебью на секундочку а нет как раз у меня запланировано разговор скайпе с записью одной дамы возрасте дело в том что у него синдром беспокойных ног во первых мы не клиника и об этом все время говорю она говорит я знаю что это не клиника но может посоветуйте что-то и и вот она вышла с этими вопросами это у меня ничего не получается потому что говорит я пробую говорит делать вот эти ваши движения у меня легко руки идут а вот как ложусь спать не могу уснуть потому что ноги начинают такая говорит нервная напряженность ногах у нее синдром беспокойных ног и она говорит пока я не встану среди ночи пока я не погуляю там долго 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 не похожу я не могу потом лечь я и тогда сказал а вы сделайте так вы возьмите лёжа лёжа отпустите руки раз они у вас легко идут вам не надо для этого остановиться или садиться просто лёжа возьмите руки отпустите и пусть их трясет и болтает как им нравится и ноги точно так же отпустите поиграйте в космонавта но как будто бы в невесомости и ноги отпустите она дважды ко мне выходила и говорила что вы знаете я ноги тоже отпускаю но они что-то не двигаются потом мы с ней поговорили и она услышала что я говорю она думала что они как-то особенным образом должны двигаться ну по шаблону а я сказал вы просто отпустите так как они двигаются она это услышала и она мне вчера и сегодня мы с ней затеиваемся чтобы сделать скайпе она расскажет сама какие мощные положительные целебные эффекты у нее произошли теперь она может спать и синдрома нету вот этого который заставлял ее ходить она теперь справляется лёжа а то есть спокойно она теперь ведь дело в том что нам мешает понимать друг друга нам стоит понимать особенно в новых вещах шаблоны мышление потому что когда кто-то говорит у меня не получается я вдруг начинаю у него спрашивать а как ты это делаешь и вдруг оказывается он делает все по-другому например у нас есть полна полная с ключевая переживать соединяя переживания с колебаниями причем колебаться надо так как тебе приятнее всего как лет 6 полка прозже так не нравится делай вот так так мне нравится делай то есть ищи как тебе нравится его человек хотя делал дело дело я несколько часов делал я удивился чем это столько часов делать или я ему говорю ну покажи как ты придешь и оказывается он делает совершенно не так он совершенно не делает так как организм подсказывает а по какому-то шаблону как он видел как йоги сидят там или еще чего-то и пытается дышать таким особым образом мышление шаблонами нет полной связи с телом с организмом вот почему нам нужны индивидуальные беседы почему нам нужны и книги почему нам нужны и семинары и вебинары и и блюде за бесплатные чтобы достучаться до понимания современного человека который наполнен шаблонным мышлением что это так просто поэтому и голову не приходит что это так просто потому что он не верит что это просто может быть и поэтому он изначально пытается делать уже заранее не веришь на это может работать а сам гамич вот это очень связано с тем о чем я вам сказал по поводу коллег потому что я обращал внимание среди некоторых из них есть именно такая реакция они вот узнают о методе ключ они по-настоящему они в хорошем смысле ошарашены эффективностью но далеко не все из них продолжают это использовать они похоже не готовы к тому чтобы их какая-то такая переоценка началась после этого они но по-прежнему продолжают использовать те методы я не говорю что они плохие нет они тоже рабочие вот но наверное ой ну наверное меньше десяти процентов наверное из них готовы сразу включиться и использовать метод ключ в хорошем смысле как некий фильтр такой для организма потому что вот через него но очень многое становится по-другому ты какие-то движения которые ты раньше делал что вот у меня же инвалидность из-за шеи там титана вы рассказывали и мне понятно мне понятно что они думают часть этих людей думает что он сделает эти приемы и освободиться начисто от всех стрессов мира поэтому когда у него следующий день стресс тоже возникает или более возникает какая-то и работает потому что он неправильно ждал он думал он думал что он один раз делает раз ему так расхвалили метод и у него начисто все уйдет все что все депрессии уйдут все уйдет ну как же это может быть я лично сам применяю каждый по секундные приемы по секундные последнее время последние полгода я даю по секундные приемы на уровне глаз на уровне тела именно что делать хочет чтобы слышать себя например решаешь какой-то вопрос тяжелый для себя волнительный вопрос прислушайся чтобы тебе хотелось может быть и заорать хотелось может стонать хотелось может быть себе по груди может быть вот так тебе хочется сделать может быть вот так хочется сделать сделай думая о волнующем вопросе и слушая себя, что в этот момент организм тебе подсказывает сделать или кулак сжать или еще чего-то, или потрястись и сделай это ну вот это я сейчас прямо и рассказываю, я каждый раз пользуюсь случаем для того, чтобы еще раз объяснить, что ключ построен на том что вот сейчас скажу главное у человека возникает стресс мы знаем, что у человека возникают реакции типа бей, беги, ацепеней стрессы но у нас оказывается, чего люди не знали у нас оказывается вместе со стрессом возникает комплекс реакций защищающих человека от стресса вместе с этим ядом антидот возникает, сразу включается, это может быть дрожание, это может быть желание орать, это может быть плакать хоть, это может быть дримание, ну какие-то синдром сопровождающий стресс но мы его блокируем мы не знаем, что это именно надо выполнить потому что вот стресс возник вместе с ним возникли реакции выполнив которые мы освободимся от стресса а человек по своей культуре и невеждению блокирует эти реакции они как раз таки и являются защитными реакциями если он их выполнит он успокоится вот на них же и основаны все наши приемы делай то, что организм тебе подсказывает ищи то, что тебе проще то, что тебе легче то, что тебе комфортнее люди не привыкли для многих это надо преодолевать для многих преодолевать корячиться трудиться но тут, знаете тут база серьезная конечно хотя бы та же самая поговорка короткая без труда не выловишь рыбку из пруда но всем кажется что этот труд это какой-то каторжный труд на самом деле далеко не так здесь труд нужен в поиске легкости именно в правильное формулирование некое тебе легче всего я тоже не пойму в чем мне надо делать потому что я в этой культуре не воспитан а что мне нужно сделать я тоже не пойму но мы же все время объясняем есть миллион возможных действий волейбольные действия фехтовальные действия боксерские действия плавательные действия плыть на лодке там допустим или на конец скакать или машину водить или на пианино играть или дирижировать вот перечисляем подбирайте себе из этих всех разных действий по 10-15 секунд опробую я как примеряешь платье в магазине или ботинки примеряя подбери себе то что тебе хочется продолжать вот же мы говорим вот есть критерии максимальной простоты и комфортности действия которые хочется продолжать перебирая их путем подбора на принципе перебора подберите а сам процесс перебора развивает творческую личность вот это чего в мире не было это же так просто мы же примеры приводим я согласен это очень правильно я кстати хотел добавить может быть это и для коллег тоже будет очень полезно у меня такая возникла ну не то что даже рабочая гипотеза мы тут даже немножечко с супругой поспорили она говорит что ты тут с одной стороны ничего нового не открыл но я считаю что это все-таки можно использовать что я имею ввиду иногда повторяемые движения можно услышать в том как человек требуемые повторяемые движения как человек формулирует проблему как он описывает что он чувствует иногда вот когда вы слышите когда кто-то говорит у меня голова идет от этого кругом например это означает что тебе можно попробовать именно запустить по кругу вот это движение и тебе станет легче а еще сейчас ну может быть не очень какой-то такой благопристойный да пример да я об этом тоже все-таки расскажу потому что он очень похож он очень похож с волной когда вот кто-то говорит что например меня от этого тошнит а вот вспомните ка например а как как это происходит а это происходит когда мы делаем волну так вот это означает что если вы о чем-то о таком думаете это означает что нам надо делать вот это самое движение вот эту волну вот как вариант вот то есть ну тут могут быть разные моменты то есть если мы обращаем внимание на речь в том числе и на свою тут можно найти вот то что нам организм уже подсказывает что мы можем сделать александр у меня к вам просьба вот вы как говорится инициатор вот этого вопроса чтобы один раз в неделю или два раза в неделю мы выставили объявление ну конечно я же я же хочу это сделать для того хосе Магомед вопросы я хочу я хочу это сделать для того чтобы лишить полнейшей возможности всякого всякой критики правильно чтобы все получили ответы но давайте как технически мы это сделаем вот допустим они будут зум выходить или писать будут в этот день в комментариях под каким-то роликом мы можем сделать с вами еще один ролик они будут там все потом писать комментарии свои вопросы у кого что не получается чего-чего-то вот так как вы хотели ну как мы это сделаем зум сделаем для этого или мы сделаем ролик и они будут письма написать кто хочет Василий Магомедович я думаю что надо сделать и так и так потому что кто-то выйдет в зум и скажет например ну какой ну что-нибудь такое агрессивное и скажет предположим да что может быть даже специально это сделать к примеру что это все вот ерунда но если но это же как бы если разбираться в этом тут надо выяснять почему ерунда что человек делает не так ну в общем ну конечно ну зум было бы идеально вообще-то в этом смысле ну не каждый не каждый готов это в зуме сделать поэтому я думаю что надо и так и так надо и объявить это в том же самом телеграме может быть и в контакте тоже какой-то там сделаем вот сейчас сейчас мы с вами как раз и объявим вот пускай все кто хочет напишет прямо под этим роликом все самые каверзные критические вопросы у кого что не получается да и при этом пожалуйста друзья помните что истина в контексте если вы просто напишите два слова мы же не живем в головах друг у друга вы напишите что именно вы делаете конкретно что именно не получается может быть вы лекарства пьете может быть вы на антидепрессантах сидите или может быть у вас отрешение мозга вчера было вы напишите потому что когда человек просто пишет я вот пробовал у меня не выходит но это же ни о чем конечно конечно поэтому надо написать кто хочет получить ответ напишите пожалуйста в контексте подробнее что у вас как у вас что вы пробовали делать сколько раз вы пробовали делать что получалось что не получалось вот так вот ну я согласен да я думаю что там еще будут какие-то предложения мне кажется это будет только на пользу таким образом мы выясним с чем реально люди работают и ну какие были проблемы настоящие проблемы детально можно выяснить я знал что разговор с вами сделает у нас целый большой шаг вперед в развитии нашего метода и нашей школы я знал потому что у меня есть такой афоризм нормальные люди соберутся даже не имея исходной темы все равно придумают что-то интересное а стоит затисаться среди них хоть одному примитиву все усиливают как песок да и хлопот потом не оберз поэтому я надеюсь что после нашего разговора вот вы сразу предложили тему друзья я ее повторю Александр Казанцев предложил тему чтобы вы все написали вопросы у кого что не получается я правильно сформулирую совершенно верно да конструктивная критика конструктивная то есть если если вы пишете или говорите о том что у меня не получается тогда расшифровывайте что конкретно не получается и что вы делали и при этом что не получается ну разумеется да потому что бывает и такое что люди забегают вперед они ставят какие-то там может быть далеко идущие цели а при этом навыка как такового базового вообще не отработан я кстати пару раз когда задавал вопросы в телеграме я обращал внимание я спрашивал классический метод ключ пробовали все в основном синхрогимнастика синхрогимнастика и там либо ответа никакого вот ибо выясняется что люди не пробовали не знают ничего не читали вот я не скажу три части в ключах конечно есть классическая часть есть экрогимнастика есть еще ключ два так и ключ три еще дальше посекундные упражнения но это я к тому даже говорю что ищите если хотите понимать как метод развивался в старой книжке Хосе Магомедович я вот всем регулярно напоминаю что есть там такой путинистический портал там забиваешь alib.ru забиваешь название Хосе Алиев или к примеру метод ключ и время от времени книги старого издания можно найти ну конечно там может быть разные цены да сейчас вы уже стали скажем так и вы и школа человек будущего стали популярны там уже можно найти что-то там тысячи за две раньше там продавалось буквально там совсем дешево вот а сейчас видимо уже продавцы поняли ага этот человек в ютубе часто появляется вот ну все равно можно найти и почитать это если тем кто не хочет как-то в электронном виде читать ну тогда вы увидите как метод развивался спасибо Александр очень даже спасибо я очень тронут ты посвятил столько времени и всегда поддерживаешь там у нас есть активная часть наших слушателей участников школы человек будущего ты безусловно один из наших авторитетов и поэтому я вот подумал и тогда как бы да придумать какой-то знак отличия что ли чтобы всем было приятно или почетную грамоту придумать или какой-то значок придумать что именно нашим уважаемым почетным участникам школы присваивать и потом всем чтобы мы все хлопали все знали потому что на каждый вебинар я вот по списку бесплатный вход посылаю на каждый вебинар а вот кто у нас активный участник очень мало кто знает а так бы мы сделали какой-то диплом такое и присуждали я бы хотел попросить всех кто будет смотреть наш ролик сегодняшний подумали в какой форме можно было бы сделать вот такой знак отличия для всех почетный да и чтобы все к этому стремились спасибо большое Хосем Комедович вам кстати еще раз спасибо за терпение за то что вы там почти почти час вы ждали пока я там с компьютером что-то там сделаю разберусь с этим звуком спасибо большое спасибо каждый стресс мы можем использовать как стресс трампли да это очень ценная идея я думаю что это вот именно вот то что вы сейчас сказали вот эта установка это может быть даже отдельной темой для того чтобы еще поговорить встретиться и потому что когда мы изучаем людей которые вот очень многого в жизни достигли или чемпионов мира или какие-то материальные ценности достигли или в искусстве оказывается это те люди которые падали много раз но вставали но вставали и не позволяли себе разбиться и они падали и использовали этот опыт падения для новых своих достижений я поэтому придумал такую схему чтобы выходить на состояние безмятежности и в этом состоянии мечтать что всякое столкновение со стрессом как раз включает возможности и потом некоторые вопросы решить лучше чем они раньше решались то есть как стресс но мы об этом еще сделаем и ликбез и сделаем и вебинар чем больше стресса тем больше сил будем повторять и повторять потому что я сам иногда когда вдруг стресс какой-то случится забываю об этом а потом я делаю себе узелки на память или уши разомну раз и вспомню да было же сто раз да будет еще лучше сейчас так вот так же спасибо Александр тебе большое если я тебя перебил Павел извини пожалуйста Хосем Гаминович я хотел сказать я знаю что и ты с юмором поэтому и все пускай мы всех обнимаем чувство юмора украшает нас я хотел знаете напоследок когда вы в ходе вебинаров когда вот с Шейлой когда вы перехватываете инициативу друг у друга мне это напоминает один довольно забавный и нежный анекдот ну я думаю что ничего зрители простят нас если я его все-таки расскажу напоследок анекдот такой решил как-то Иисус Христос поиграть в гольф вот ну да но Господь ему помогает и значит ударил он значит по по шарику шарик там куда-то на воду аки по суху значит там пролетел да и попал в лунку значит подошел опять второй раз ударил шарик пролетел все какие-то там все пространства и опять попал в лунку вот третий раз то же самое произошло и вдруг Христос значит обращается господ и говорит папа ну дай же мне поиграть вот вот я к тому говорю что несомненно и ваш опыт и опыт Шейлы он огромен но в данном случае ценно и то и то и если вдруг наши зрители в ходе вебинара чувствуют какое-то возникающее нетерпение между тем когда вы друг у друга как-то да перехватываете инициативу кстати у него каждый раз новые ролики кто не видел пожалуйста посмотрите да у него есть свой канал обязательно подписывайтесь телеграм-канал ну и на ютубе тоже Олен там выкладывает очень интересно так вот обязательно используйте метод ключ для того чтобы в данном случае получить опыт и Хосе Магомедовича и Шейлы Хасаевны то есть то раздражение которое может возникнуть в ходе их совместной беседы того взаимодействия такого технического оно в общем-то является тем самым стрессом который мы тоже можем использовать и нейтрализовать конечно конечно это очень правильно очень правильно стресс у человека был и будет и еще будет самое главное не то что есть стресс самое главное что мы с ним делаем но очень ценно то что вы тогда заметили что стресс это все таки не просто напряжение а перенапряжение которое нас блокирует спасибо большое я загружу на youtube канал я тебе попрошу я загружу на youtube канал и я ссылку тебе перешлю а ты пожалуйста на телеграме загрузи хорошо 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 через полчаса я пришлю ссылку все замечательно как назовем вот этот наш видеоролик ну давайте тогда о конструктивной критике метода крич так и напишем о конструктивной критике метода ключ да твои данные какие-то там написать надо что вдруг у кого-то будет вопрос к тебе конечно я есть телеграме то есть совершенно спокойно телеграм вот так ты мне пришли там конечно конечно спасибо тебе вам спасибо до свидания до встречи до свидания до встречи